Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы встретили очень интересных людей и узнали так много нового про жизнь в США. Было много трудностей. Меня выгнали из автобуса, потому что я не могу расплатиться. Это было очень жестко. Подошли охранники, но теперь сейчас что-то там разговаривают. Судя по тому, что наконечник пули не деформирован, входила она в мягкие ткани. Что-то у нас машина загорается. Но было набагато больше хорошего. Да-да! Вау! Очень круто! Очень! Вот такие вещи я бы брал на вооружение. Безумие какое-то! У меня мурашки по телу. Мое сердце... Вот оно. Навсегда останется на побережье Калифорнии. 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 Калифорния. Калифорния. барбершоп. Взагалі за нашими мірками стригтися в Америці – це дуже дорого. Пам'ятаєте, як ми в Майами ледве не зійшли з розуму від цін? Знаете, сколько стоит стрижка? Знаете? Я вам сейчас скажу. Вот такая моя. 175 долларов. Это crazy просто. Тому в Лос-Анджелесі ми вирушили в недорогий за американськими мірками барбершоп. І віддалися в руки майстрові на ім'я Карлос. Карлос стриже за 20 доларів. Тобто за 520 гривень на наші гроші. І повірте, тут це реально дешево. Чесно кажучи, що довше Карлос годів машинкою, то більші сумніви закрадалися. Я знову ще в 4 передачі в кепки ходили буду. Лично мені така прическа подобилась би. Це, знаєш, як MC Hammer 90-го, що таке. Передач, що стрижно. Мені не сподобалося. Причому не сподобалося дуже сильно. Однак найсмішніше мене чекало вже після стрижки. Але все-таки я зважився. Так що давайте подивимося, як Карлос познущається над моєю головою. наді... Поєк, що здаєш, подивимося, це все. Дякую. 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 Дякую неизв혔ую, що він говорить. Просто підтримую, бесєдую, сміююся. Честно говоря, я не понимаю, что делать, потому что только что он на ломаном английском заговорил о чаевых, я услышал слово «типс». И теперь я сижу и думаю, блин, а сколько же оставить ему чаевых? И надо ли это делать? Потому что в Америке, на самом деле, принято за любую услугу, если тебя обслуживают, это парикмахер, парковщик, продавец в магазине, официант. Продавец может быть и так сильный, но подобные профессии принято оставлять какие-то деньги. На отміну від Жені, у меня после стрижки было меньше приводів засмучиватися. Хотя и сказать, что я был задоволен, тоже не можно. Но я скажу так, сейчас я выйду из этого барбершопа, первым делом помою голову, смою все, потому что вот это не очень, да, смотрится. Но в целом по длине подровняли, все нормально, я могу еще 25 дней теперь проводить в Америке и не стричься. Еще минулого вечера мы поняли, что пересуватися Лос-Анджелесом в доме на колесах просто нереально. Громадский транспорт тоже не вариант, он, мягко говоря, плохой в этом городе. В целом довелося пересесть на новые колеса. Мы взяли только что в аренду автомобиль. Ну, сами понимаете, в Лос-Анджелесе по-другому просто нельзя. И этот Ниссан, резвый, да, говоришь? Очень резвый. Обошелся нам в 34 доллара с налогами и с полной страховкой. Ну, это не много. Это очень мало. Это клево. Я сомневаюсь, что где-то в Европе такого уровня автомобиль за такие деньги вообще не можно найти. Интересно, что в Лос-Анджелесе зарестровано приблизительно на 2 млн больше автомобилей, чем людей с водительскими правами. Понятно, все это ведет до многокілометровых заторий на дорогах. Но есть свои плюсы. Слушай, но дороги в Лос-Анджелесе просто обалденные. Они ровно, они не идут ни в какое сравнение с дорогой, они не уйдут. Хотя, на правду, отминный асфальт и грандиозные дорожные связки никак не уменьшить тот факт, что для того, чтобы кудись доехать, нужно витратить лед не несколько годин. Законодавство США очень отличается от законодавства Украины. У этой страны дозволено много чего из того, за что у нас могут посадить до въязниці. Например, в США легализована порно-индустрия. И для того, чтобы разобраться, что это такое и с чем это едят, мы расшукали в Лос-Анджелесе нашу співвітчизницу, которая снимается в американском порно. Скрываешь свою работу от близких, от друзей? Так, ну, родители у меня знают. Родители знают? Да. Они первое время были шокированы или нормально? Ну, мама сначала удивилась, удивилась. Удивилась. Но нормально как-то. Потом все стало на свои места. Я когда прихожу в обычную компанию, я приношу просто резюме и прохожу собеседование. В этой сфере нужно полностью оголяться, показывать какие-то трюки? Если девочка приходит на кастинг, она не может заниматься сексом ни с кем, потому что у нее нет теста, у нее нет анализов, понимаете? А вот это подробнее. Перед каждой работой нас просят показать тест. Кровь проверяют и урину на микроби, бактерии всякие, заболевания. Иначе работать нельзя. Это здесь, в Штатах, да? Да, в Европе каждый месяц. Каждый 21 день, то есть, в Сюре. Три недели. Да. На мой взгляд, в цьому и полягает один из самых главных плюсов легализации, как порноиндустрии, так и проституции. Легализация позволяет контролировать дотримание санитарных и гигиеничных норм, что в свою очередь возводит до минимума захворювания венеричными и шкерными хворобами. Работая смена или работающий день, что это такое? Сколько это часов? Все зависит от того, какая компания снимает. Бывают такие, которые снимают быстро, в пределах, я не знаю, там, 4-4 часов. Это быстро? 3-4 часа? Слушайте, ребята, нам надо сделать мейкап. А, это ты имеешь в виду полный процесс? Да, 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 конечно. А кто-то снимает дольше, кто-то снимает 7-8 часов. Самый длинный рабочий день. Так, это было с 10 утра до 8 утра. С 10 утра до 8 утра? Это почти сутки? Да. Как это можно выдержать? Ну, вот так вот. Ты реально потом уставшая. Да. Ну, не знаю. Потом ложишься и все, и тебя нет. Відповідно до проведенных досліджень, в среднем у шо секунды майже 30 тысяч користувачів интернету переглядают adult-контент. Тобто, пока я говорив цей текст, порно подивилось приблизно 400 тысяч людей. Скажи, пожалуйста, вот когда вы приходите на площадку, ты знакомишься с партнером? То есть есть какое-то время на раскачку, пообщаться, притереться? Или все вот... Ну, привет-привет. Там, nice to meet you. Все как в жизни. Да. Ну, не пьете там кофе каких-нибудь полчаса для того, чтобы подружиться? Нет. Все вот чистая работа, жесткая, да? Ну, почему жесткая? Это работа. Для кого-то, может, это жестко, но, господи, ты работаешь же. У меня вот еще вот удовольствие... Не детей же рожать. Мало ли. Да, кстати, такое бывает. Бывают же случаи, когда? Да, бывает. Ну, мальчики же больше удовольствия получают. Девочкам-то труднее, но особо не расслабишься. Да, вы подожди, почему это? Нужно под правильным ракурсом. Вон же в чем дело. Звезду это не ляжешь. Держать там спинку, вот эти все дела? Лицо держать. Угу. Я не знаю, там, ногу правильно держать, руку, позиции. Я заметил, что секс в жизни, ну, обычной жизни, он очень сильно отличается от секса на экране. Конечно. Это все по-другому. Но это все проще как-то, да. Я-то сгорбатился, как ты не сидишь за собой. А, конечно. Так, а ну, спину выровняй. Да. Да, может режиссер остановить съемку, скажет, не то? Может сказать, может сказать, я не вижу... Страсти? Ну, нет, не строю. Ну, страсти. А, я понял. Не вижу некоторые части. Уберите там руки, уберите лицо там откуда-нибудь оттуда, чтобы было видно все. Чтобы все как-то... Понятно, это твоя работа, и если бы она не нравилась тебе, ты бы не работала там. Да. Но чисто физически ты получаешь удовольствие во время съемок, хотя бы иногда? И от чего это зависит? Я получаю скорее моральное. Душевное, что ли? Я о физическом. О физическом. Ну, я бы не сказала, что прям так каждый раз. Ну, нет. Нет, наверное, нет. Ну, я не скажу, что мне плохо. Нет, меня все устраивает. Ну, хотя бы раз, да? Мне нравится быть раздетой, там раз был, да. Про це мало кто замислюється, але порноиндустрія – це не просто відео для дорослих. Порно дуже вплинуло на декілька сфер нашого життя. Наприклад, всі ми користуємося цифровими фотоапаратами. А на старті у цієї техніки були погані продажі. Але порнофотографи всіх мастей, котрі до цього постійно стикалися з витоком фотографій при прояві, стали першими масово переходити на цифру, що дало можливість розвиватися в цій галузі. Саме порносайти першими стали використовувати системи електронних платежів і проклали доріжку для інтернет-магазинів. Не в останнюю чергу, завдяки божевільному попиту на перегляд порно, ми спостерігаємо за появою високошвидкісного інтернету для мобільних пристроїв. Відеоконференції, які зараз є в Скайпі, Фейстаймі та інших додатках, спочатку були розроблені в рамках еротичних відеочатів. Цей список можна продовжувати ще дуже довго, а висновок зробити можна вже зараз. Як би це дивно не звучало, порно – це прогрес. Якщо б у тебе була можна, тобі підставили вибір, і був би Женя, і був би я. Откровенно скажи, кого б ты був? Откровенно скажи, що Женя. Обоїх. Ну, ти говориш обоїх. Цена вопроса – с одним, с двумя, с тремя, она відвичається? Так, нет. Не, ну, якщо, допустим, шість чоловік, вже, да, відвичається. А, в принципі, якщо бой-гірл, бой-бой-гірл, бой-бой-гірл, ну, значить, два мальчика та дівчика, та ж ціна, блин. Парні і дівчі, хто більше заробіт в індустриї? Ну, взагалі, якщо так, то, звісно, дівчі. Мінімум, що може отримати актор-чоловік – це дві сотні доларів за знімальний день. Чоловік, якому там до 25 років, взагалі прекрасний. Тобто, він получає то, що він взагалі хоче получати, плюс йому ще платять 200 баксів за смену. Я, чесно кажучи, фантазував, в дитині, в першому курсу університету, який розстріпався, думав, а якщо ви підійте зніматися в порну, це ж лігкі гроші, це веселі, і так, ну, як-то не дошов. Ну, насчет лігких грошей, я б, звісно, десь поспорила з вами, ребят. Тим більше, я знаю, дуже багато мальчикам трудно работать на камеру. Перед камерами? Да. На пунктах? Есть такі, які починали, пару разів спробували, і все. Тому що, ну, трудно. Не може розслабитися просто. А ти обращаєш увагу, вони закидуються якими-то там таблетками, типа Виагри, че-то таке? Знаю, що нікторі закидуються, нікторі роблять уколи. Уколи? Є такі, що. А що таке уколи? Уколи роблять, щоб держава серекція, але це дуже опасно, да. Дуже опасно, тому що член може лопнути. Да, він же користо. Да. Хорошо, а з чого начинай, дівочці, по дінгам? Дівочці, ну, наверное, где-то 800 доларів. 800? Тобто пацан з 200, да? Це блоу-бенг, хлопці, це блоу-бенг. Це тільки блоу-джоп. Ні пенетрація. А так, мабуть, мальчиком, ну, наверное, где-то 400-600. Почти в два рази менше, ніж дівочкам. Ну, так. Під час встановлення кар'єри у талановитих акторів зарплати ростуть. Десятки порноактрис заробляють мільйони доларів за рік. Серед чоловіків мільйонерами стають одиниці. Порно-бізнес – це величезні гроші. Щороку в економіку США надходить від 12 до 20 мільярдів доларів, отриманих від виробництва Adult Video. Ось вам ще один плюс легалізації. Лише уявіть, скільки грошей недоотримує бюджет України. Хтось може сказати, ну, це все бридко та гидко і правильно, що у нас в країні заборонено. Але ж заборона не означає, що цього немає. Все одно знімають і зніматимуть. У квартирах і підпільних студіях, в незрозумілих умовах, без медичних довідок і санітарного контролю. Пліч-опліч з криміналом. І навіть якщо уявити, що наша поліція зможе за один день усіх накрити і заарештувати, люди ж все одно не перестануть дивитися порно. Просто зайдуть на будь-який американський сайт і вперед. Тобто сенсу забороняти немає жодного. Зате є сенс легалізувати, контролювати і збирати податки. Але, мабуть, користуватися досвідом Америки, Угорщини, Німеччини, Нідерландів, Швеції та інших цивілізованих країн наші політики не збираються. І напоследок, скажи нам, як людина, який живе в Америкі, який познав її з нескольких сторон, мабуть, що таке американська мечта для тебе? Щоб отримати свою мечту, щоб її осуществити, треба як можна більше працювати. І не важливо, в Америкі, я не знаю, в Росії, в Україні, в Африкі. Якщо є мечта, треба на нього роботи. Після інтерв'ю кожен пішов у власних справах. Інна на роботу, а ми обідати в дайнер. І поки я розмовляв з рідними в Україні, хімік вже встиг замовити класичний молочний шейк. Чувствую себя героем якого-то американського серіала. Район Беверли-Хиллз, Елена Ребята. Вот, вони всегда собирались в подобних заведениях, постоянно заказывали молочные коктейли. Вкуснято? Я кайфую, очень вкусно. Хочешь попробовать? Ну, не знаю. Мне кажется, це слишком калорийно, це прям неполезно. Окей, окей, я в Америкі. Мне все равно. Буду бургер, картошку, буду шейк. Кстати, калорийно. Вот стакан шейка, а вот еще принесли, говорят, ну, не влезло. Серьезно? То есть я немного это пью, потом это вылью и буду пить снова. Ребята... А за это можно вылить? Ну, пока нет, но он растает. Я пересяду на другой Сталик. Я буду дружить с другим человеком. Честно говоря, первый раз в Америке решили попробовать настоящие бургеры. У тебя бургер, а у меня... Сэндвич. Сэндвич, но он гигантский. Он огромный, он весит, как гантель. Я могу качаться, знаете. В одну руку один кусок, во вторую второй. Сверху огурец и... На счет три. Давай. Итак. Раз, два, три. Что можно сказать? Котлета, как у бабушки. Помидоры и капуста, как у дедушки. Булки, как у той девчонечки, с которой мы сегодня пообщались. Ням-ням-ням. Вообще, есть такую еду каждый день я не рекомендую. Но попробовать хотя бы раз обязательно. Мы уже не раз рассказали, что в Америке принято залишать довольно большие чайовые. Но при этом нужно отметить, что официанты эти чайовые отработают на полную. Во-первых, они очень бичливые. А во-вторых, даже если компания очень большая, всегда готовы принести отдельные чеки. Это очень удобно. Нет такой ситуации, которая бывает у нас на родине, когда приносят счет и начинается. Кто, сколько должен это на калькуляторе считать. Потом опять же бывают такие ситуации, когда кто-то не может понять, кто не доложил. А вот этот момент волшебный. Спасибо большое. Вот как раз благодаря такому сепарейт-чеку я узнал, что сегодня я обедал на 20 долларов 14 центов. Ну, ты на 20 долларов. Вот мой чек 12.62. Как ты это делаешь? Ну, просто я не заказываю шейк за 6 долларов. Но он был вкусный. После обеда мы продолжили изучать забороненные в Украине, но дозволенные в США сферы жизни. Сейчас мы приехали в очень интересное место в центре Лос-Анджелеса. Мир вашего дома. Спасибо большое. Женя. Здорово, я очень приятно. Настя и ее брат Максим на заднем дворе своего дома абсолютно легально вырощают марихуану. Ну, это вот моя мадер. Так, 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 так. Днем я ее выношу на улицу, а вечерами она у меня живет в гараже. У меня есть специальный гробиндрин с лампой. Она там живет, и от нее вот так вот я ее подрезаю. Слушай, ты так рассказываешь про нее, как к ребенку относится? Конечно, к ребенку. Но, как вы понимаете, это далеко не единый куш. На всей территории двора, тут и там, пробиваются еще молодые пагоны марихуаны. Существует много сортов, например, правильно? Да. И, наверное, у каждого из них свои какие-то свойства, свои какие-то особенности. У нас растет индика, потому что, ну, я больше люблю индику. Есть еще сатина и есть хайбрид. Извини, я перебиваю. Знаете, как это выглядит? Как будто мы на телеканале «Домашний очаг» с фермершей из Херсона. Я предпочитаю, знаете, помидоры, сливки. Хотя есть розовые, тоже неплохие. Или вон как, видишь, тыква зеленая. Тыква зеленая. На самом деле, это программа «Дача и город» в Лос-Анджелесе. Индика растет гораздо проще. За ней меньше надо ухаживать. Неприхотливо. Индика тебя делает как бы твое тело более таким спокойным, расслабленным. А сатина больше влияет на грузы. Я вот не могу курить сети, у меня начинает сильно пранговать. Да что происходит? Начинает болеть голова. Мне кажется, что это все какое-то странное. В общем, не особо приятно. И за ней очень тяжело ухаживать. Есть гибрид. Что как бы смесь одного и другого. Как к этому всему относится полиция? Как к всему этому относится полиция? Ну, слушайте, мы же здесь не героин курим, а растим натуральные травы. У меня есть справка. Да, с моей справки я могу растить до 10 кустов. До 10 кустов. Да. Своих собственных личных целей. И это обязательная умова. Лишь Настя спробует продать хотя бы один грамм, она сразу же потрапит под действие закону. А для своих собственных лечебных целей, будь ласка, выращивать, курить, та одуживать. Ты приходишь к врачу, знаешь, у меня там больница спина, ноги болят. Для девочек там, извиняюсь, месячные плохие. Он тебе говорит, о, конечно, зачем тебе есть эти антибиотики? Тебе нужны. Вот тебе баночка зеленого растения. С месячными. А девочка приходит, и доктор может выписать. Да. В целом, вживание каннабису с ликувальной метою дозволено в 20 штатах Америки. Еще в четырех – в Орегоне, Вашингтоне, Колорадо и Оляске – марихуана я увильному продажи. В Денвере со своим калифорнийским драйвер-лайсенсом, удострением личности, я пришла в аптеку, они мне говорят, вы можете купить, но не больше семи грамм. Не больше семи грамм. У нас с этим строго. А что такое семь грамм? Ну, в порция, грубо говоря, на человека. Ты будешь курить две недели. Я буду курить, наверное, неделю. И не болит уже спина? Месячных нет? Нет, плюс я еще и работаю, и вожу машину, и английский. И когда я приехала из России, я английский не знал, я выучила. И все говорят, ты куришь марихуану, у тебя мозги сохнутся. Вранье, детки, вранье. Настя працює в одній из найбільших кейтеру нових компаній, что организовывает обиды для музыкантов и снимальных команд на великих фестивалях и концертах. Самая большая компания в Лос-Анджелесе, которая занимается организацией, мы делали и президент американского Барак Обаму, и Дженни Джексон, Ю-Ту, Скорпионс, Мадонна, Айрон Мейден. Самые большие имена. Кенни Уэст был, нет? Кенни Уэст. Кенни Уэсту я пару лет назад не дала курицу. Но он пришел трижды уже, я говорю, извините, пожалуйста, у нас протеины мы считаем. Он рядом стоял мой приятель, и тот такой смотрит на меня, говорит, а может, а может есть мой кусок? Я говорю, ну ладно. И Канни такой, парач такой, I guess you're famous. Типа, ты, оказывается, знаменитый? Он такой, ну да, наверное. Ехали по этому району, но здесь достаточно симпатично, такие домики стоят. И ваш домик, и он большой. Да. Нескромный вопрос, сколько стоит? Две пятьсот в месяц. Две пятьсот в месяц? Без воды, электричества. А вот если совсем? Ну, наверное, около четырех тысяч. А вот если купить такой дом, как думаешь, сколько будет? В Лос-Анджелесе? Ну, готовься, тысяч восемьдесят. Погодьтеся, важно уявить, что в Украине люди, которые курят коноплю щодня, могли бы себе дозволить снимать такой будинок и за такие деньги. Поэтому сейчас будем в чай заваривать. Чай пить? Да. Калифорнийская. Welcome to Los Angeles. Я палочки завариваю, а вот это вот то, что шейк. Из него я его еще раз перемалываю. Это называется шейк? Да, получается, из перемолотого примерно вот такое вот. Офигеть. Ты только представь, сколько лет в нашей стране за это дадут. Меда не желаете ли с травой тоже? Знаете ли, и так неплохо. Как бы это ни выглядело, Настя постоянно подкресливала, что мова идет, первое за все, про медичное использование марихуаны. Я сама работала в больнице. У нас был мальчик, у него был рак кожи в какой-то безумной степени. Ему обещали 6 месяцев, а он уже жил там несколько лет. И от сильных болей, от тошноты после химиотерапии он спасался столько марихуаны. Серьезно? Да. Он курил ее просто? Он курил, он ел какие-то таблетки, которые вот именно на марихуане основаны. Потом я знаю, что очень много это сейчас используют для специальных детей, которые как бы есть какие-то там синдром дауна, да, наклонения. Они что, обычная медицина их делает, ну, как растения, они замирают. А если это вот сейчас пробуют на THC и CBD таблетки, у них идет положительная реакция. Они, те, которые агрессивные, становятся более спокойными. Те, которые были вообще вегетаблс, наоборот, как бы у них какие-то там происходят. Ты представляешь, как это звучит одиозно для постсоветского пространства? Я представляю, что я приеду в Украину и скажу, я был в Калифорнии, и там в аптеке продают, и при помощи давали лечить. Мне скажут, парень, ты что, сумасшедший? Не можешь такого быть? Я страдала всю мою жизнь очень большими мигренями. Было мне лет 10, у меня было 20 трясений мозга очень сильных подряд, и меня врачи посадили такие таблетки, от которых я чуть не впала в кому. В результате Максим запропонував Насте залишить важкие леки и спробовать конуплю. Наша мама уже говорит, ты что, она станет наркоманкой. От косяка до иглы один шаг. Ну, как видите, наркоманкой я не стала, а мигрени ушли. Очень редко я мучаюсь головными болями. А если сильно мучаюсь головными болями, то ударная доза только не курить, а именно какой-нибудь конфеты. Потому что у меня большое содержание, и тебе это ирз. Но, как я уже сказала, не сатива. Потому что сатива, наоборот, называет головными болями, а индикан, это по телу, как бы, все это распространяется. До речи, зверніть увагу. И Настя, и Макс незадовго перед нашою встречу покурили. Однако вели себя абсолютно адекватно. Что нас, звичайно ж, дивовало. Я курю уже довольно, скажем, 20 лет, где-то в пределах 20 лет. Так как, знаете, вот в жизни, ну, не все подходит всем. То есть для кого-то алкоголь работает, для кого-то там кофе, для кого-то еще. А вот каким-то людям, вот, например, для меня, я, например, не пью. У меня, ну, и организм мой с алкоголем как-то. Да, не со стыковкой именно, но я люблю, там, скажем, расслабиться, там, что-то сделать. А, знаешь, а в принципе, если, скажем, я не пью, то у меня и выхода, получается, другого нет. Кроме как? Да, кроме как выпить. Вот, поэтому, скажем, я выбираю это как какой-то способ, ну, где-то расслабления, где-то, где-то даже медитации в каком-то плане, где-то тоже помогает мне как-то успокоиться. Ты можешь работать абсолютно спокойно в этом состоянии? В зависимости, какую работу, если, скажем, я бы был хирург, который делает операции головного мозга, я бы, наверное, не делал это. Так, а это что? Это мой обычный походный набор. У меня, как у девушки, есть маленькая косметичка, только в маленькой косметичке лежит маленькая трубочка, маленькая баночка, маленькие пейперы. Это для папирос. Маленький гашишек. Ну, в общем, тут вот у меня такие тоже трубочки. Шишки, да? Да, шишечка. Ты ее чик-чик-чик, забила косячок и покурила. А что такое гашиш в данном случае? Гашиш – это вот эти вот листья остаются. Я их все равно как бы курю, потому что здесь все листья, и все вперемешку. А обычно, как делают гашиш, его забрасывают в стиральную машинку, вот эти листья, в холодной воде со льдом простирываются. Потом, когда... Я вот процесс вот гашиша, я, честно признаюсь, очень серьезный, поэтому я туда особо не вникал. Я бы один раз попробовала, чуть ли не засрала в стиральную машинку. Это грайндер. Сюда мы засыпаем траву. Как перечница. Да, да. Оп-оп, только вместо черного перца у нас зеленый чай. Голос из ниоткуда говорит, можно добавлять еду, можно салаты. А потом сюда вот так вот забивается. Как мы незаметно подошли к этому моменту. Как вы видите, до марихуани можно ставиться по-різному. Для кого-то это лекарь, для кого-то засыпь расслабиться, а дехто вважает, что это наркотик, и его нужно защищать. Причому думки відрізняются и в середине Америки. Например, в Техасе за вживание и расповсюджение канабису можно отримать солидный ай-яй-яй. Но однее точно. Питание легализации марихуани в Украине варто ставить. Хотя бы для того, чтобы минимизировать криминальную складовую обегу коноплі в Украине. У меня есть ощущение, что это счастливые люди. Но это та же самая ситуация, как и спорная актриса. Она живет полной жизнью. Эта жизнь для нее счастливая, но это не абсолют. Ну, так живут немногие, по большому счету. Конечно, немногие. Но многие довели бояться так жить. Подумай сам, стереотипы, ограничения, воспитание, общество. Социум. И просто человек, может, и хочет так жить. Но куча стопов в голове, и он не делает этого. Огромное количество туристов приезжает в это место для того, чтобы увидеть шикарный вид на Лос-Анджелесе. В этой гримюрке когда-то были Дорс, Нирвана, Джимми Хендрикс. Знаешь, по запаху чувствуется. Приехали. Скорая помощь. Две пожарных машины, две полицейских машины. Одна за другой полицейские тачки. Прилетает вертолет, начинает кружить над районом. Мусора слева, мусора справа. Скидывай все, чтобы не принялись с облавой. Хотелось бы отметить, что Лос-Анджелес – это не только порно, гамбургеры и марихуана. Отже, перед вами знаменитые голливудские пагорды. Прямо сейчас мы приехали в очень необычное место – обсерватория Гриффита. Здесь находится довольно интересный музей естественных наук, но большинство сюда приезжают не ради музея. Конечно, огромное количество туристов приезжает в это место для того, чтобы увидеть шикарный вид на Лос-Анджелес. И самое главное – вот отсюда вы можете наблюдать самые популярные буквы в мире, которые составляют слово Голливуд. Правда, напис расположено достаточно далеко. Плюс до вечера опускается туман, поэтому нужно красиво посмотреть. А еще с целью высочины отминно видно архитектуру Лос-Анджелесу. Невеликий даунтаун в центре и сотни квадратных километров с одноповерховыми будинками навколо. А если зайти всередину обсерватории Гриффита, то можно наочно побачить, как влаштован наш Всесвіт, разобраться с понятием земного тяжения и узнать, сколько ты бажешь на разных планетах Солнечной системы. Это маятник, и его прикол в том, что он работает сам по себе за счет того, что наша земля крутится, и все. Это какая-то магия. Но самое интересное находится там, внизу. Видите, лежат патрончики. Так вот, вот эти все люди, которые собрались возле этого бассейна, они ждут того момента, когда маятник поменяет траекторию и сомнет один из этих патронов. Тоже, поверьте нам на слово, обсерватория Гриффита будет интересной и детям, и взрослым. Ну а когда начнет темнеть, это место станет достаточно красивым. Только оцените этот захист сонца и этот вид на ничное место. Лос-Анджелес Саме по собі Лос-Анджелес досить дивное место. Адже в классическом понимании у него немає центру. Звичайно, как и в будь-якому іншому місті Америки, тут є даунтаун. Но назвать его культурным и тусовочным районом, что привавлюет и городян, и туристов, неможливо. Отсутность центра, прежде всего, связана с тем, что практически все большие районы ЛА колись были отдельными и самодостатными местами. Поэтому жизнь и распределяется между Санта-Моникой, Голливудом, долиной Сан-Фернандо и другими районами Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес Прямо сейчас мы находимся на знаменитом бульваре Сансет в районе Западный Голливуд. На мой взгляд, здесь жизнь кипит. Достаточно поздний вечер. Клубы, бары, люди, очереди в клубы. Что такое? На самом деле я еще не понимаю, потому что вроде как движение на дороге есть. Вроде вот какие-то люди отдыхают. Но если посмотреть масштабно, то не так уж и много этих людей, которые сегодня тусуют. А сегодня пятница. Мне кажется, это просто связано с тем, что многие уехали из города. Потому что сегодня в Америке начинаются праздники, Memorial Day. И очень-очень многие американцы уезжают подальше на природу. Мы просто гуляли с Ильей. Илья говорит, давай куда-нибудь зайдем. Ну вот прямо впервые попавшиеся. Совсем случайно, первым ліпшим виявился легендарный клуб Виски Гоу Гоу. Его открыли еще в 1964 году. И на его сцене начали Дорс, Эліс Купер, Мотли Крю. Тут выступали Система Футдаун и Фрэнк Запад. А бас-гітариста Кліфа Бёртона прийняли в группу Металлика после того, как Джеймс Хеттелл и Ларс Ульрих увидели, как он играет на сцене этого клуба. В этой гримёрке когда-то были Дорс, Нирвана, Джимми Хендрикс и много-много-много других ребят. Знаешь, по запаху чувствуется. Место хоть и легендарное, но кроме исторических фактов особо нічим не примитное. Тому залишатися ми не стали. Буквально за несколько минут после выхода из клуба мы абсолютно случайно стали свидетелями какого-то инцидента. Вот то, что отличает Украину и вообще все постсоветские страны от Соединённых Штатов Америки. Здесь, похоже, просто подрались два парня. Но сразу же приехали. Скорая помощь, две пожарных машины, две полицейских машины. Абсолютно все службы подтянулись, потому что мало ли что. Мало ли что. Я видел этого парня. Он сидит сейчас спокойно и в кресле. У него пару ссадий на лице и ничего больше. Но они справедливо считают, что на всякий случай абсолютно все службы должны приехать на место инцидента. Я считаю, что это очень круто. Он же наверняка платит налоги. Это его деньги. Все норм. А, и все уехали. Да, все закончилось. Они поняли, что все нормально и спокойно разъехались. Было уже достаточно поздно, поэтому и мы не стали затримываться и наконец-то пошли спать. Врань-сераном мы решили в место, где в вечеринке не можно появляться ни в жодном разе. В место, где количество убийств перевищает средний показник по стране у 8 разов. В ту часть Лос-Анджелеса, где ты або перебываешь в одном из криминальных группов, або рано или поздно ты станешь жертвою. Тоже, ласкаво просим в Комптон. Сейчас произошла очень забавная ситуация. Мы уехали в Комптон, в Лос-Анджелесе, один из самых опасных городов Соединенных Штатов Америки. Я же не говорю, Женя, обрати внимание, ничего страшного, простой, светлый, чистый райончик. И только Илья говорит эти слова, мы выходим из машины, и вдруг... Одна за другой полицейские тачки, прилетает вертолет, начинает кружить над районом. В общем, какой-то прям замес происходит вот в тех районах, вот в тех блоках. Что-то происходит. У кого-то где-то утро начинается с чашечки кофе, а в Комптоне с полицейских машин и вертолетов. И не встигли мы систи в машину, как до нас подошла какая-то мама с донькой, и дали на станови, как правильно поводиться в Комптон. Ви повинны быть обережными. Комптон в Лос-Анджелесе был 92-й. Это Комптон. Зараз, что правда, ситуация покращилась, на отмену от начала 90-х, но стреляют, как и раньше, чем мало. Однако нас больше интересовало иначе. Саме в Комптоне появился гангстар-рэп. И мы крутились районом в пошуках в доме икони цего стиля Изи-И. Хотя найти его было непросто. Мы должны попасть в более-менее красивые квартали Комптона. Ты же понимаешь, это богатые люди, они не живут в этих халупах. Тут есть богатые люди, тут очень много богатых людей. Они нам наркотики продают в огромном количестве. Вся индустрия рэп-музыки это драгдилерство. Чому нас так цікавила тема гангстар-рэпа? Та тому, что артисти цього жанру и насамперед группа N.W.A., в котрій серед інших зібралися Dr. Dre, Ice Cube и Изи-И первыми голосно на всю страну заявили про проблемы улиц. Первыми открыто поставили вопрос отвертого полицейского свабилля тех лет. Они были новаторы и сделали революцию в мире хип-хоп-музыки. И, судячи с того, что сейчас продано уже больше 30 миллионов их дисков, нас всегда оставили свой след в культуре Америки. Ну а нам в минуту за 20 стало понятно, что найти дом Изи-И без сторонней допомоги неможливо. Тому довелося питати дорогу. Я впервые вижу байкеров, у которых играет хип-хоп-музыка. Я впервые вижу байкеров, у которых черный цвет лица. Это так непривычно. Еще 20 минут блукань однаковыми кварталами, и вот мы уже спілкуемся с еще одной компанией в гостях. Эта поважная дама сразу заявила, что вчилась вместе с доктором Дре и Изи-И в одной школе и пошла в дом за чим-то особенным. А ее сын тем временем рассказал нам про танцправ в Комптоне. Бывают хорошие времена, бывают плохие времена. Сейчас времена хорошая. Сейчас музыка снова родится, сейчас рэнб, рэп, снова записывают треки, тут стало меньше насильства, врубаешься. Тем временем его мама повернулася со своим шкильным альбомом. Посмотрите эти детские лица. Многие из них стали настоящими бандитами. Прозвувал Тедарам. Эрик Райк. Нет, нет, просто гортай дальше, и ты найдешь его. Это вы? Просто чудово. Так. Это брат доктора Дре. Да, его убили. Короче говоря, жизнь у этих ребятов было не наивеселее. Но я тем временем уважился и выклакал на ребату у местного парня. Это химик в комнате, дамы и господа. Приветствуйте. Поехали. Ты смотри, ты суди, но не очень строго. У грязного пацана грязная дорога. В сторону шутки и в сторону смех. Наш рэп на заднице повально садит всех. Уходи, забирай свои ноги. Здесь грязные пацаны на извилистой дороге. Мусора слева, мусора справа. Скидывай все, чтоб не принялись облавой. Правильно мутить для того, чтобы жить. Мой хип-хоп не исцелить. Как на меня, химик просто разорвав цего хлопца на раз. Тож можно было ехать далее. И на нашу радость практически сразу же мы нарешті опинилися на той улице, которую шукали майже пів дня. На этой улице раньше жил Изи-И, сочинял свою музыку доктор Дре и писал стихи Ice Cube. Тут появился гангста рэп, и здесь прозвучали первые песни группы NWA. Эй, самое интересное, что Изи открыл свою первую студию на деньги, заработанные с продажи марихуаны. По слухам, уже в 16 лет он напродавал на 250 тысяч долларов. Вот это талантливый бизнесмен. Очень талантливый. Я слышал, что здесь закупается половина Голливуда. Режиссеры, актеры, продюсеры, все подряд закупаются в Комптоне наркотиками. Не знаю, верить в это? Не верить. Так говорят местные, мы не проверяли. Может быть. У висновку хотелось бы сказать, что Комптон – это не просто бандитский район. Непростые умовы жизни, напруженные отношения с жесткой, часто расово-нетерпимой полицией. Природная лень и талант миссовых за несколько десятков лет перетворили Комптон в культурное и социальное явище. Думка про поездку в Комптон могла прийти тільки в наши божевельные головы. Нормальные туристи выбирают более адекватные и спокойные районы Лос-Анджелеса. И среди этих районов особливой популярностью используется Санта-Моника. Кстати, с административной точки зрения Санта-Моника – это даже не район, а окремное место. Просто оно расположено четко в середине Л.А. Найголовнейшие плюсы Санта-Моники – это Тихий океан. Чудовая набережная с не менее чудовыми домиками. Широчезные пляжи, чистый песок и солнце. Приблизно 325 дней на рік. Просто идеальное место и для отдыха, и для жизни. Несмотря на то, что вода достаточно холодная и купаются единицы, на пляже все равно отдыхает огромное количество туристов. Потому что это Калифорния, здесь все кайфуют. И я тоже хочу. Вот и кайфанул. Вода очень холодная. Кстати, это Тихий океан. Тут вода, конечно, намного мощнее. Она прямо хочет забрать тебя с собой туда, куда-то подальше. Поэтому буду сторониться. Буду наблюдать. У Лос-Анджелесі у нас відбулася зміна редакторів. Альона, которая на тот момент откатала с нами всю дорогу від Нью-Йорка до Каліфорнии, змушена была повернутися в Украину. А ей на зміну прилетів Юра. Причому прилетів не з порожніми руками. Я подумал, что у вас не так много хороших эмоций. Точнее, их очень много, но хочется чего-то такого теплого домашнего. Комедно, что, незважаючи на наявность дешевого мобильного интернету, всіх цих скайпів, отзапів, вайберів, саме листи, написані рукою, викликали у нас по-справжньому сильні і приємні емоції. Було круто і дуже душевно. Дякую, любимая, дуже приємно. Ну що ж, а тепер наша церка даруватая. Як завжди, продовжуємо дарити подарки. Вот такий номер Каліфорнии може оказатися у вас вдома. Що треба для цього зробити? Для цього треба підписатися на наш профайл в інстаграм і зробити репост цієї фотографії з хештегом «хочу номер». В течінні п'яти дні, случайно, ми выберем победителя. Удачі! Особисто мені Лос-Анджелес не сподобався. Маю сумнів, що я коли-небудь захотів би жити в цьому місті. Воно занадто велике і незрічне. В агломерації живе понад 17 мільйонів людей. Метро жахливе, автобусне сполучення ще гірше. А ще місто дуже різноманітне. Деякі райони на кшталт Беверлі-Хілз занадто дорогі. Інші, на зразу Комптона або Південного Централа, занадто небезпечні для життя. Однак при всіх своїх недоліках місто ангелів володіє якимось особливим магнетизмом. І справа навіть не в тому, що тут круглорічно шикарна погода, а вулицями ходять зірки світової величини. Просто Лос-Анджелес – це місто великих можливостей. Сюди варто приїхати вчитися. Тут можна зробити запаморочливу кар'єру. А можна, до речі, і не зробити. А так і залишитися за бортом успіху. Але це все з точки зору життя в місті. Якщо ж говорити про туристичну складову, то звичайно ж тут здорово. І як мінімум на тиждень приїхати б варто. Ну а ми вирушаємо далі на північ Каліфорнії, де нас чекають Кремнієва долина, офіс Гугла, гараж, в котрому побудували свій перший комп'ютер Стів Джобсі Стіввозник, столиця геїв усього світу, район Кастро в Сан-Франциско і найголовніше – яскраві та незабутні емоції. До зустрічі за тиждень. Бувайте! В цьому місті родився перший комп'ютер «Аппл». Говорят, що це блюда їл Барак Обамо, коли приходив сюди в гості. А-а-а! Фу! Каждий год в цьому районі проходять всімірно известні гей-парады. Обалдеть! Посмотри, що творить, а! 20 баксів за бутерброд! Віляється! А-а!